Добрый день дорогие друзья! Вы на канале питомника Мари Мистик. Скоро нашему мальчику Мари Мистик Ленокс Уайт Леон, вот он наш красавец, исполнится два с половиной месяца. Мальчик родился 13 апреля 2018 года. Мальчик имеет метрику щенка и клеймо РКФ, привит по возрасту. До сих пор малыш еще не нашел любящих мам и пап, поэтому мы хотели рассказать про мальчика поподробнее, показать его. Вот это вот воспитывает его, его мамочка, чисто шоколадного окраса девочка. Зовут ее Мари Мистик О Вива Мадонна Мео. Для примера, тут рядом с нами находятся собачки стандартного размера. Наш чемпион Винсент Майлав Фантастик. В питомнике открыты для резервирования щенки от этого мальчика. Есть кобели и суки для выставок и для души. Кому интересно, обращайтесь за подробностями в личные сообщения или по телефону. Это собачки, это Тасечка наша, Хеликос Хризантема, Beautiful White Queen. Наша бабушка-пенсионерка, 9,5 лет. Это собачки стандартного размера. Вика, коротко мы дома Мадонну нашу зовем Вика. Она, обратите внимание, хоть и стандартного размера, но гораздо меньше, чем даже наш чемпион и наша прабабушка. Несмотря на то, что Борис достаточно некрупный. Он 19 сантиметров в холке. И вес у него был 2,300, но вот мы немножко поправились, наели жирка, мы стали 2,500. Вика гораздо меньше. Тасенька у нас девочка 3-х килограммовая, но сейчас она уже возрастная, поэтому она полновата. Естественно, и вес у нее побольше за счет запаса. Вика у нас некрупная. Она стандартная, но некрупная. Все ее детки мы себе также уже оставляли для разведения. У нас живет Варвара, недавно был помет щенков, черная длина шерстная. Все ее детки вырастают что-то наподобие вот мамы Вики. Некрупные, неогромные. Хотя тоже считается стандартным. Конкретно про мальчика. Мальчик у нас редкого окраса. Он бело-лиловый. Белого окраса в породе чихуа как такового не существует. Если собачка полностью белая, как наша Тасенька, значит где-то у собачки должно быть какое-то пятнышко. У Тасеньки пятнышко на ушке. Вот обратите внимание, есть маленькое шоколадного цвета пятнышко. Сердечко. На самом деле, вот если посмотреть внимательно, это сердечко просто она встала в трубку. Вот давай покажем, какое у тебя сердечко на ушке. Вот такое замечательное сердечко у нас на ушке шоколадного цвета. Поэтому вся собачка у нас всю жизнь, вот ей уже 9,5 лет, она чисто беленькая. И носик у нас шоколадный. Это от пигмента. Пигмент может быть черный при этом окрасе, может быть вот шоколадный. Мальчик, почему мы назвали его белым львом, он также у нас чисто белый и тоже только ушки у нас лиловые. Потому что носик у нас тоже шоколадный, потому что у нас цветная генетика и мамочка у нас шоколадная. Папа шоколадно-соболиной. Поэтому у мальчика по генетике идут шоколадные, голубые, лиловые окрасы. При разведении этот мальчик может давать вот таких деток, несмотря на то, что сам по себе он вот такой беленький. Но так как у мальчика вот эти пятнышки уже существуют, дальше он целиком, навсегда, на всю жизнь останется чисто беленький, с шоколадным носиком. Если бы у него второй вариант окраса белый, когда щенок белый, не имеющий каких-то вот таких отметинок, как вот у мальчика, у Тасянечки, он, как правило, с возрастом, кто-то раньше, кто-то позже, кто-то больше, кто-то меньше, покрывается кремом. То есть основной цвет белый и по нему идет крем. Крем это как вот у нашего чемпиона. У нас он палевый, но крем это то же самое, только слегка порозовее, потеплее. Оттенок другой, но смысл тот же. На белой собаке потом появляются сначала немножко, потом при смене шерсти щенячьей на взрослую все больше и больше. И взрослая собачка будет выглядеть вот примерно такого окраса с какими-то остатками, возможно, бывает остаются, бывает не остаются. Бывает идет как чепрак этот крем, а дальше идет ножки, грудка белые остаются. Дуси у нас дочь Бориса и Тася, кстати говоря, вот ее родители. Дуси, наша знаменитая глобила Австория, которая Ладушки играет, родилась абсолютно беленькая. К возрасту полтора месяца у нее от беленького осталась только капелька на лобике. Все остальное покрылось кремом. И на сегодняшний день вы видели видео с Дусей и фото. Она практически смотрится как папа Борис, а не как мама Тася. Вот что я хотела рассказать про окрас. Поэтому, если вам понравился наш малыш, вы можете приобрести его, позвонив нам по телефону. Номера телефонов указаны под данным видео. Или написать на личную страничку питомника ВКонтакте. Ссылочка на страничку также указана в описании под данным видео. Мальчик здоров, красив, не имеет брака по экстерьеру, имеет все необходимые документы, самостоятельный. Все наши собачки растут без клеток и законов. Именно поэтому они все ласковые, контактные и ручные. Так как я не ограничиваю щенков в общении со взрослыми собачками, наши щенки сразу выходят из нашего питомника уже воспитанными. Обратите внимание, взрослые собаки сейчас, возможно, выглядит это жестоко, но это воспитание, обучение игре, обучение в игре, защите, правильному поведению. А взрослые животные таким образом воспитывают свое потомство. В природе происходит все точно так же. Это не обижают они щеночка, это они ему показывают, как надо себя вести. Если вам понравился наш щенок, обращайтесь к нам по телефону или пишите в личные сообщения. Если вас интересуют щенки других окрасов, есть мальчики и девочки, мини и стандарт с разным типом шерсти, видео на ютубе будет чуть позже. Сейчас есть первые видео в возрасте 29 дней. Вконтакте, фото и видео. Не очень качественные, поэтому сюда не стала выкладывать. Сделаю качественные, хорошие, при хорошем освещении фото и видео. Обязательно выложу в ютубе, поделюсь со всеми своими подписчиками, новыми детишками. А малыш вот с нетерпением ждет мамочек и папочек. Не гавкучий, очень послушный. Все наши щенки с маленького возраста приучены стричь когти. Он совершенно спокойно позволяет себе стричь когти, подклеивать ушки, делать все необходимые с ним процедуры. Мальчик замечательно стоит в стойке. Если кого-то интересует выставочная карьера, шикарно, послушно стоит. Великолепные углы задних конечностей, идеально ровная спина. Родничок закрыт, зубки 6х6, фаберже на месте. Из-за вспышки, немножко не удается из-за этого окраса белого передать красоту его головы. Голова породная, с правильным соотношением длины морды к высоте лба. Вспышка, когда попадает на переход от олба к морде, сливается, размазывается. В жизни мальчик гораздо красивее. Но корпус, ну, великолепный парень. Не длиннолапый, не коротколапый, гостистый. Уверенный в себе, спокойный. При этом с хорошим темпераментом. Не унывает. Обратите внимание, как мама над ним издевается, сын виляет хвостом. Кто не подписан на наш канал, приглашаем подписаться, чтобы не пропустить свежие видео с другими щеночками нашего питомника. Кто подписан на наш канал, оставайтесь с нами. До новых видео и до новых встреч на канале питомника Марии Мистик. Продолжение следует...